Калинка, калинка, калинка моя, запояга, калинка, калинка моя. На площади Нахимова развернулись поистине народные гуляния под фольклорные песни и танцы. Можно познакомиться с творчеством разных национальностей, народными костюмами, музыкальными инструментами, вышивкой. Например, эта яркая мозаика из ткани, русское лоскутное шитье. Все традиционно, без схем, умение, которое в нашей культуре живет уже несколько веков. Здесь выполнена карта Крыма в лоскутках. Крым – полуостров дружбы, где проживают люди разных национальностей. Для них для всех едино солнце, море, небо. И живут эти люди счастливо на этом полуострове. И делятся между собой частичками родной культуры. Здесь открывают тонкость изготовления глиняной крымско-татарской посуды с уникальной росписью. Говорят о традиционных цветах белорусских, сулудских поясов и узорах народных костюмов республики Мариэл. А еще демонстрируют гордый кавказский темперамент. Город-герой Севастополь многонационален. Я хотел бы выпить за мир и за дружбу нашего народа. Настоящий грузинский праздничный тост сменяет негромкая игра на греческой трехструнной лире. Прародительницы современных скрипок и виолончелей. Если в современности играется плечом и зажимается, то лира держится левой рукой и играется. Причем национальный колорит можно попробовать даже на вкус. В этих теремках готовят блюда крымско-татарской, черноморской, кавказской, русской и узбекской кухонь. Мы готовим флор, лагман, всякие еда есть. Но сейчас в данное время флор, шашлыки. Я прошлась, попробовала, вкусно все. И разным, таким сердцем радостным, открытым, мы едины. Действительно, пусть будет мир во всем мире. Ну, а, кажется, раз мы будем едины, значит, мы победим. И мир на земле будет. Традиции разных народов сплетаются на единой пестрой конве, составляя такую яркую, разнообразную, единую историю и культуру нашей страны. Александра Ковалева, Михаил Волобуев, Севастопольское телевидение.